Радио Болтком Внезапно возникшие и забытые Компании в прессе Законы с благими пожеланиями Обернувшиеся убытками и злом Изнанка политики Фальшивые новости Хроника краха и успеха Проблемы настоящие и выдуманные Здравствуйте Меня зовут Люся Прибыльская Встречаемся по четвергам 18.15 В программе Подоплека На Радио Болтком Подоплека Добрый день уважаемые радиослушатели Сегодняшняя наша тема Наверное очень волнует Всех кто живет в Риге А в Риге сосредоточено 80% Или 70% латвийской экономики И конечно Около трети Латвийского населения Конечно Город для Рижан Это декларация Которая озвучена Новым составом Рижской думы И правящей коалиции Звучит очень красиво Но по факту Мы видим Изменения Которые может быть Не всем Нравятся Не всех Радуют И удовлетворяют Поэтому мы решили Поговорить о планах Транспортной сети Города С человеком Который наверное Наиболее компетентен В этом вопросе Поскольку занимается Изучением транспортной тематики Всю жизнь Это мой коллега Журналист И уже несколько созывов Депутата Рижской думы Вадим Фольков Добрый день Вадим Добрый день Конечно Первым И главным вопросом Является Развитие Транспортной сети Мы видим Изменения В городе Но я бы хотела Начать нашу беседу С вами С крупных проектов Которые уже Начали реализовываться Или планируют Реализовываться В ближайшее время Это продолжение Транспортной Транспортной магистрали Которая Огибает Ригу По небольшому Кругу От Чекуркаунца Или от Межапарка До Сейчас Улицы Бривибас И вот она Будет продолжаться Дальше Вы Анализировали Этот проект Указали На какие-то Его Плюсы И минусы Вот Что Даст Городу Это Продолжение Пути Этого Окружного Где Транспорту Будет легче Проезжать Где Может быть Возникнут Какие-то Проблемы И надо будет Привыкать К новой Транспортной Схеме Значит Исходя Из того Что делается Сейчас Он создаст Новые Проблемы Сразу Объясняю Почему Сейчас Нынешняя Коалиция Рижской Думы Занялась Строительством Участка От Улицы Педро До Бриви Базгатвы Перекресток С Бриви Базгатвы В одном Уровне Со Светофором Он Никуда Не исчезает Весь Транспортный Поток Там И сейчас Стоит У этого Светофора И до Начала Эпидемии Пробка Которая Старалась Пересечь Бриви Базгатвы Она Поднималась На мост А затор Который Со стороны Юглы Двигался В сторону Центр Он Начинал Стоять От улицы Структов Вот В этом Месте Исходя Из того Проекта Который Сейчас Реализуется Совершенно Ничего Не Поменяется Если Говорить О том Что Да Со стороны Улицы Педру По Эстакаде Можно Быстрее Пересечь Улицы Дзялзова Сверики Будет Можно И потом Также Дружно Постоять У Светофора С улицы Бриви Да Ну Аналогичная Проблема Возникает У нас С путепроводом Через Железнодорожные Пути От улицы Тватью К проспекту Вестура Да То есть Эта Дорога Она тоже Упирается В мостик На Саркандаугове Который Имеет Такую ширину Как имеет И соответственно Пробка Которая Раньше стояла На Переезде На Саркандаугове Она переместится Немножечко В другую сторону Так Она переместится К перекрестку Твайка И Ганни-Будамбис Чудес не бывает Транспорт должен Куда-то Он не растворяется В воздухе От того, что Он потерялся В одном месте Это не значит Что он Не скопится В другом Чтобы решить Проблему Твайка Дунтес Ганни-Будамбис Там Желательно Построить Через протоку Еще один мост И полностью Перестроить Весь этот перекресток Перенести Трамвай Скажем так На Южную сторону Моста Вот где он идет По Ганни-Будамбис По южной части Там И дальше Продолжить Через этот самый Мост И только После перекрестка С улицей Твайка С улицей Твайка Да Вывести На Середину Или На другую сторону Улицы Тылта Но так или иначе Этот перекресток Как-то требуется Изменить Вадим Ну Мы видели Ряд удачных Решений Например Организация Реверсного движения На мосту Через Милграфскую протоку Да Когда В утренние часы Полоса Открывается В сторону Центра Вечерние часы Открывается От центра И там Фактически Заторы Прекратились Благодаря Этому Этой транспортной Схеме Вот То о чем Вы говорите Вызывает Вопрос Ну Вы Не являетесь Проектировщиком Архитектором И так далее Но однако Вы понимаете Что Перенос Транспортного потока С одной стороны На другую Не решит Проблемы в целом А почему Этого Может быть Не понимают Проектировщики Профессиональные Вот Это надо Спрашивать Профессиональных Проектировщиков Когда Мне приходилось Рассматривать Проекты Я Ездил С ними Ругался Со страшной силой Они мне Доказывали о том Что они правы И я не прав И когда Доходило До измерения Простите С линейкой По Чертежу То оказывалось Что правда Ну и что За этим следовало Значит В каких-то случаях Действительно Перепроектировалось Например Это был Переезд На станции Браса Там С моей точки зрения Был запроектирован Неправильный радиус Меня Уверяли о том Что радиус Запроектирован Все очень правильно Я приехал В бюро К этим архитекторам У них есть Компьютерное моделирование Они там его сделали И оказалось Действительно Я прав Как говорится На моделирование Один автобус С другим Не разъезжаются В повороте И там было Перепроектировано Это Причем Понимаете Вот тут проблема В том Что собирается Все проектировочное бюро И они все Утверждают Что они специалисты А вы Как говорится Откуда вы Такой взялись Да Умный Ну вот Получается так Потом все было Перепроектировано И сначала Меня пытались Заверить Что там автобус Никогда ходить не будет А потом Когда его сдали В эксплуатацию Вы помните Было вдруг объявлено Что мост Стал давать Какие-то проседания Автобусы быстро Трамваи закрыли И пустили Вместо трамваев Автобусы Автобусы Поехали через этот переезд И вот тогда этому Архитектору Написал о том Что вы теперь скажете Как хорошо Что тогда вы Оказались правы Ну я знаю Что оказался Да Вадим Ну мы Выступаем Как рижане Заказчиками Вот этих услуг За счет городских налогов Эти услуги Оплачиваются Но вот Расскажите пожалуйста Нам Обывателям Как происходит Приемка этих проектов Вот если бы вас там Не было На этих заседаниях Человека со скептическим Взглядом Может быть Или с профессиональным Взглядом Все проходило как есть Я смотрю на На проекты Исходя из того Опыта Который у меня есть Когда Ну когда мне удается На эти проекты Посмотреть И сразу пытаюсь Понять А что там Что там может быть Или чего там Может не быть К сожалению Те люди Которые Проектируют Но у них Личного опыта Пользования Тем что они Спроектировали К сожалению Нет Ну вот К огромному Несчастью Посмотрите Например Вот сейчас Сделали И нарисовали Велодорожку В Кенгаракс Размер остановки Которые Они отметили Они отметили Меньше На 2 метра 75 сантиметров Чем длина Транспортного Средства Пассажирского Ну Понимаете Я Это сразу Увидел Как только Я увидел А разве У них не даются Вводные Вот когда Они проектируют Не знаю Параметры Транспортных Средств И так далее Не знаю Это надо Обращаться В департамент Он там Является Заказчиком Он Принимает Эту работу Это делает Одни специалисты Принимают И других специалистов И специалисты И те и другие В кавычках Что ли Нет Они работают В соответствующих местах На соответствующих должностях Но при этом Им совершенно Не обязательно Быть специалистами По транспорту Они же Эффективный менеджер Тогда очевидно Получается Так Хорошо Вот смотрите Значит Люди Не имеют Личного опыта Пользования Тем Что они Проектируют То есть Для того Чтобы Оценить Пропускную Способность Улицы Для Общественного Транспорта Нужно Побыть В шкуре Водителя Общественного Транспорта Как вы В свое Время Вы знаете Я думаю Что это Определенно Им бы не Помешало Ну по крайней мере Тогда бы они Себе представляли Что из этого Все получается Что они видят В одно зеркало Что они видят В другое зеркало А как они Могут перестроиться Из той Становки Которую Они рисовали В тот ряд Который Они спроектировали И тогда Это будет Происходить Или происходило Бы Не обязательно Будет Происходить Могло Происходить Несколько Иначе Значит Разобрались С путепроводом Который От Педруэск К Бривибас Прогнозируем Нескончаемую Пробку Там же Где она Уже сейчас В данный момент Есть Но у меня Вот вопрос По новым проектам Которые завершены Не так давно Та же Вот эта Магистраль От улицы Бривибас И до Проспекта Вестура Мы пользуемся Ею Относительно Недавно Но уже На ней Появились Какие-то Ну Ямки Нарушения Дорожного покрытия И так далее Вот Проектируя Дорожную сеть Имеет ли Ввиду Департамент Поддержанием Надлежащим Состояние Существующей сети Вот Как это обсуждается У вас На 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 заседаниях Департамент Департамент С депутатами Подобные вопросы Не обсуждают Если говорить О том Что построено Недавно Что построено Давно Та часть Трасса Которая Внизине Но между мостами Это 2008 год Это построено Еще во время Мэра Биркса Сам мост Который через Чекуркаунс Он был Сдан в эксплуатацию Если я правильно Помню Это был То ли 1997 То ли 1998 год То есть это Вообще Прошлый век И мост Который Через Улицу Гауяс Это 2011 год До сих пор Прошло 10 лет Ну Я вполне Готов допустить Что за 10 лет Да Какие-то Ямки Там Могли Появиться То есть Время Оно Достаточно Быстротечное К огромному К сожалению Просто мы Привыкаем Очень быстро К тому Чем пользуемся А получается Так что 10 лет Это 10 лет Да И там И там Обнаружились Там было Обнаружено Что там Действительно Требовалось Привести В порядок Потому что Уже срок Прошел Ну То есть Какого-то Такого Плана Который Был Предусматривал Систематическую Работу С этим Дорожным Покрытием Его не Существует Людмила Борисовна Понимаете Вот по поводу Систематических Планов Это тогда Все-таки Не ко мне А к департаменту Потому что Это его задача Этот план Составить Его пытаться Каким-то образом Реализовывать Существуют Планы На Три года О том Что Хорошо Было бы Не всегда Эти планы Получаются Реализовывать Потому что То На какой-то Конкурс Предложений Не соответствует Заявленным Условиям То Те Кто Собирался Этот ремонт Проводить Выходят За Рамки Предварительного Финансирования Соответственно Это было Это уже было С улицы Меркель Как вы помните Ее ремонт был Перенесен на один год Потому что Самое Минимальное Предложение Превосходило По размеру Те средства Которые Планировалось Перенесли На год И через год Ее сделали То есть тут Сказать Что будет Реализовано Что нет А что они Запроектировали И что они Не запроектировали Это тогда Все-таки Лучше в департамент Они придут К вам с графиками Диаграммами И пусть они Тогда Рассказывают Так Вернемся К проектам Значит По поводу Улицы Твайка Насколько я Помню Первоначально Этот путепровод Планировался Более широким И потом Его сузили Или это не так Не путепровод Не путепровод А улицу Сначала Планировалось Что улица Твайка От путепровода До Ганево-Дамбис Будет Две полосы Туда Две полосы Обратно Потом Местные жители Устроили Что-то Типа Демонстрации Туда Выезжало Городское Руководство И В конечном Итоге Остановились На Варианте Что одна Полоса Туда Одна Полоса Обратно Чем Мотивировали Местные Жители Если сейчас Просто время Уже прошло С тех пор Что они Не смогут Тогда Из своих Дворов Выезжать Сразу Напрямую В город Потому что Через Две полосы И потом Сплошную Осевую Никаких Левых Поворотов Нет Вот это Была Та Мотивация Которую Удалось Прочитать И удалось Услышать Что там Будет Дальше Мне сказать Очень сложно Это В департамент Это не Я могу Рассказать Что там Будет Происходить В том Или ином Случа Да Расскажите Значит Если там Будет Две полосы Плюс Две полосы Проблема Перекрестка С Ганей В Дамбис Она никуда Не исчезает Действительно Местные Жители Ни в какие Свои дворы Ни из каких Своих дворов Сразу В город Выезжать Не смогут Им придется Совершать Правый поворот И ехать Либо через Проспект Вестер Либо где-то Разворачиваться Если будет Одна полоса Плюс Одна полоса И при этом Будут остановки Общественного транспорта Этот поток Как по одной полосе Сплошной Двигался Так он и будет Двигаться Если там Не будет Каких-нибудь Аварий Фронтальных Столкновений Или еще чего-нибудь При задержках Движения При каких-то Дорожных транспортных Происшествиях Да Весь этот поток Будет останавливаться Все равно Будь две полосы Будь одна полоса Они упрутся В перекресток С Ганни-Будамбис Проблему С которым Пока Никто реально Как решить Не предложил То есть Можно проехать По двум полосам Но на Ганни-Будамбис Все равно Получится приехать Только по одной полосе Потому что Правый поворот У нас режиссен Только по одной Ну вот По факту Там из двух полос У вас На нынешний мост Не получится Правого поворота Из двух полос Таким образом Получается Что Ну В идеале Наверное Надо было бы Ну просто Эту улицу Расширять И какие-то дома Которые слишком близко Стоят к ней Может вообще Сносить И людей Переселять Но это невозможный вариант Если я правильно Помню То улицу Планировалось Перенести Ближе к протоке То есть Подальше От домов Жители улицы Совершенно Не виноваты Что Там Кто-то Спроектировал Таким образом Многополосную Трассу Но сейчас Все равно Не будет Это Поток транспорта Не сильно Меньше станет А улицу Планируется Перенести Поближе к протоке Красной Альбина То есть Чтобы не вдоль домов Когда вы говорите О сносе домов За последние Грубо говоря 12 лет Вот Один дом Был Снесен На месте Славянского Круга При съезде Со Славянского Моста В сторону Правники На улицу Петрова То есть Там был один дом Его Его действительно Слезли Это Не такое Простое Мероприятие Как кому-то кажется Например При Проектировании Съездов С улицы Деглова На восточную Магистраль Планировалось Что будет Правый поворот Но там оказалась Недвижимость Владельцы Этой недвижимости Расставаться С ней Отказались Дело Дошло До коридоров Сейма Там спросили Можно ли Объехать По другой Улице В городе Такая Особенность В городе Всегда можно Что-то объехать По другой А раз Можно Объехать По другой Улице Вот и Объезжайте По другой Улице Значит Сейчас Когда будут Делать Восточную Магистраль Если Опять Чего-то Не Переделают То С Дегловского Моста Чтобы Въехать На Восточную Магистраль Надо будет Совершить Не с Дегловского Моста С улицы Деглова Перед Дегловским Мостом Надо будет Совершить Левый Поворот То есть Весь Транспорт Который Будет Спускаться С Дегловского Моста В загородном Направлении Будет Упираться В этот Поворот Какие Это Проблемы Дальше Вызовет Кто-то Остановится Кто-то Не Остановится Кто-то Вовремя Кто-то Нет Светафор Там В таком Случа Появляется Если Департамент И Транспорт Или Департамент Развития В каком-то Оперативном Порядке Не займутся Перепроектированием Для того Чтобы Заняться Перепроектированием Нужно Осознать Проблему А Проблема Пока Не Возникла Поэтому Ее Никто Не Осознал Кроме Вас Я Не Думал Что Как Говорится Я Единственный Кто Ее Осознал Но Проектировалось Все-таки Изначально Иначе Но Сейчас Эта Проблема Если Будет Построена Так Как Сейчас В Проекте Отмечено То Да Проблема Там Возникла Ну так Там И Сейчас Есть Левый Поворот С Дегловского Моста Нет Когда Вы Едете Со стороны Центра Вы Спускаетесь С Дегловского Моста И у Вас Ближайший Через Примерно 300 Метров Светофор За Троллейбусной Остановкой Сходный Светофор На Ницголос А потом Идет Перекресток С Ницголос Да Так Вот Сразу По съезду С моста Если Будет сделан Съезд на Восточную Магистраль Там Сразу Мост Заканчивается И там Будет Перекресток Со Светофором И весь Транспорт Который едет С загородного Направления На Восточную Магистраль Будет Совершать Левый Поворот Это Просто Чума Какая Этого Пока Нет Но В бумагах Так Почему Как вы думаете Думское Руководство Решило Взяться За этот Участок Восточной Магистрали Насколько Вы писали На своей Странице В газете Этот Проект Очень давний Его сделали Много лет Назад Если еще Не в советское Время Почему Устряхнули Пыль И решили Реализовывать Значит Сам проект Он В советское Время Проекта Не было В советское Время Были Выделены Так называемые Красные Линии То есть Где Какой Проезд Какую Магистраль Проложить Можно Без Технических Подробностей Сколько Этажей В каком Месте Развязки А просто Как Осуществлять Движение Проект Там Был Государственное Финансирование 5-6 лет Назад На него Получено Не было Эстакада Там Была Тогда Запроектирована Два ряда Туда Два ряда Обратно Сейчас Сейчас Эстакада Через Дзелзово Спроектируется Один ряд Туда Один ряд Обратно Почему Решили Знаете Ну она В любом Случае Ну я Сейчас Не хочу Заниматься Тем Что я Буду Заниматься Оправданием Чиновников Или Действующей Коалиции Рижской Думы Какая Это Трасса Там Напрашивалась Давно Ну не Просто Так В 85 Году Она Там Была Предусмотрена В городе Нигде Нельзя Построить Ничего Нового Там Где-то Не Предусматривалось Заранее Нельзя Вчера Решить Строить Мост Поперек Двины А завтра Решить Что Строить Доль Для этого Нету Места И например Как Самый Большой Пример Я могу Сказать Это Южный Мост Место Для него Было Выбрано И внесено В генеральный План В 1937 Году А построен Он Был В 2008 Понимаете Да Это Три поколения Ну вот Это место Для него Которое Тогда Было Выделено Вот Оно Для него Оставало Поэтому Его там Смогли Построить Поэтому Все берега И все Подъезды Там Не были Застоят Вадим Ну я Сейчас Думаю О том Что Было Двухрядное Движение В каждом Направлении Оно Сузилось До одного Ряда Это связано С недостатком Денег Или С чем Не знаю Потому что Если идет Улица Петрова Два ряда В одну сторону Два ряда В другую А потом Она упирается В однорядную Эстакаду Через улицу Деглова Через улицу Целцева То я просто Не понимаю Как Как это Можно Делать Там Снизу Там Снизу По Ну По новым Чертежам Которые Мне удалось Посмотреть Там Остается Проезд По первому Уровню То есть Со всеми Светофорами Со всеми Правыми Поворотами Почему Такой вариант Выбран Это уже Надо спрашивать Не у меня А у тех Ну Поскольку В этот раз Автобусы Могли Спокойно Разъезжаться Вы С проектировщиками Не встречались И не скандалили Хорошо А понимаете Тогда Когда я мог Встречаться С проектировщиками И скандалить У меня На то Были Соответствующие Возможности И полномочия Сейчас У меня Их Нет Я сейчас Не являюсь Главой Комитета Понятно То есть Это вы как глава Комитета Сделали Сделаем Ремарку Скажите Пожалуйста Вот Все-таки Ваша Критическая Позиция Помогла Не утвердить Наполеоновские Планы В отношении Привокзальной Площади Проектировщики Признали Вашу критику И проект Не был утвержден Был отправлен На доработку В чем Были ваши Претензии К этому Проекту Можете Рассказать Для радиослушателей Чтобы они Понимали Что нас ждет С перевокзальной Площадью Как по ней Пойдет Трамвай Как вообще Там В связи с тем Что проект Как вы сами Сказали Был отправлен На доработку После того Как в течение Часа И двадцати Минут Я высказывал Проектировщикам Все что я думаю Про этот проект Что они Спроектируют В конечном Итоге На данный Мне неизвестно Вот когда Они представят Новый проект Я вам могу Сказать Какие там Будут проблемы Если Они не Внесут Изменения Оставят Все как Есть То по их Проекту Получилось На привокзальной Площади Из четырех Полос Движения Нынешних В одну сторону Остается Две Причем Одна из них До общественного Транспорта В другую Из шести Полос Остается Две Причем Одна из них До общественного Транспорта На Меркеля Вообще Для всех Вместе Одна полоса Будет Достаточно Тяжко А так как По их плану Было К 2050 Году Но они Надеются До этого Срока Дожить Оптимисты Значит Они вообще Хотят С привокзальной Площади Транспорта Убрать При этом Куда его Вынести Звучат Предложения На улицу Пушкина В одну сторону На улицу Тургенина В другую Сторону В генеральном Плане Там даже В какой-то Перспективе Маячит Мост Назакюсала Но это Не отменяет Того Что тогда Всем придется Откуда-то Куда-то Сворачивать Левыми Или правыми Поворотами Или с Чака Если там Машины останутся Я сейчас Не берусь Прогнозировать Кому Что придет В голову Завтра Утром Потому что Открываешь Вчера Делфи С большим Интересом Читаешь Очередной Гениальный План На 120 Миллионов Начинаешь Пытаться Понять Собственно Говоря Что там Кто пытается Чего запроектировать Причем Никаких Технических Решений Во всех этих Описаниях Не существует Там 65 Страниц Просто Описаний Мест И окрестностей В которых Что-то надо Сделать Без технических Предложений То есть Вот так Просто Смотрите Есть Есть Велодорожка Иммантабаби Тепреды Да вот Сама по себе Велодорожка В чистом поле Смотрится Достаточно Красиво И никому Собственно Говоря Не мешает Как только То же самое Попытались Мы все это Видели Реализовать Ближе к центру На улице Чака Результат Мы все видели Он предсказывал Опоздать На 12 минут Они были Они были Даже больше Вот Поэтому Просто написать Место Сделать Парковку У станции Изометана Это очень красиво Во-первых Надо понять Как кто К ней будет Подъезжать Как кто От нее Будет уезжать И вообще Кому она там И для чего Она там Простите Нужна Ехать Испурсом На машине До станции Изометаны Чтобы там Пересесть На электричку Это конечно Можно Я не вижу Большой Целесообразности Когда можно Доехать На троллейбусе Я все больше Погружаюсь В черную Меланхолию В связи С рассказанным Вами Сужение Шести полос До двух И четырех Полос До двух Но вы Оговорились Сказали Вернее Такое слово Парковки И я хочу Передать Боль Городского Населения Которая Переживает Что В связи С Повсеместным Устройством Столбиков Островков Скамеек Передвижных Зеленых Уголков И так далее Количество Парковочных Мест сократилось И поскольку Мы с вами Ранее При подготовке Передачи Обсуждали Что платные Парковки В Риге Нужны не для того Чтобы Рига Зарабатывала Деньги И не для того Чтобы Наказать Жителей А для того Чтобы просто Человек Который Приехал В определенный Квартал Мог найти себе Парковочное Место Чтобы Так сказать Машины Там не стояли Целыми днями И соответственно Этим же Фактором Обусловлено Повышение Цен на парковки Вот мы Вчера Или позавчера Услышали Решение Совета Конкуренции О том Что Скидки Предоставляемые Рижским Самоуправлением По карте Рижанина На парковку Являются Незаконными Поэтому Всех Добро пожаловать В общее Будущее Без скидок Поскольку Я не знаю Насколько Сейчас Количество Парковочных Мест сократилось Ибо На многих Улицах Просто Эти Ранее Существовавшие Парковки Ликвидированы А новых Не появилось Ни частных Ни городских То Соответственно Место Парковочное Станет Дороже Мы можем Этого Ожидать Наверное В ближайшее Время Это пожалуйста К авторам Это к авторам Идеи Значит Все эти Парклеты Все эти Проведения Рижского Лета 2021 С депутатами От оппозиции Ни на каких Комитетах Не обсуждались Они не обсуждались И без Комитетов Поэтому Кто Там В какой Комиссии Был И в каком Узком Кругу Кто принимал Такие Решения Вот это К ним Надо обращаться Мне даже Неизвестно Кто там В этих Узких Кругах Был Депутаты От оппозиции Сейчас Узнают Обо всех Изменениях К своему Большому Удивлению Из Делфи Ну вот Понимаете Вот Не было Такого По меньшей Мере В предыдущие Годы Если бы Что-то Подобное Планировалось То Об этом Сначала Все-таки Проходили Какие-то Дискуссии В том Или Ином Формале А так Сейчас Вдруг Причем Что такое Парклет Каким образом Его туда Поставили Как это Соответствует Правилам Дорожного Движения Насколько Парковочных Мест Уменьшилось Вот такой Информации Вообще Это Это Организаторам И Соответственно Жители Которые Пользовались Например Картами Ну Позволявшими Им оставлять машину Рядом с домом Где они живут С какой-то По какой-то Льготной Цене То Они могут Обращаться Уже В Ну Рига Сатексмы Наверное По поводу Того Что они Фактически Не могут Реализовать Своё право Предоставляемое Этой карточкой Едзи Ватаю Карты Понимаете В связи С тем Что Это решение Принято Правящим Правящей Коалиции Рижской думы Обращаться Можно Куда Уже Хоть К Папе Римск Но лучше Но лучше К тем Кто это решение Принял Соответственно Это домская Руководка Ну видите Коммуникация С обществом У нас вообще Как-то В последнее время Происходит В одностороннем Порядке В частности По той самой Улице Чака Когда был Проведен Опрос Жителей Насколько Они довольны Устроенными Пробными Велодорожками И был получен Ответ Который В общем-то Что довольны Довольных Достаточно Мало Довольных Оказалось Не более Четверти Большинство Было Недовольно Однако Эксперимент Продлили И Мнением Жителей Пренебрегли То есть Это становится Просто уже Общим местом Наверное В планировании Города Создается Такое Впечатление Потому что Обосновать Например То предложение Которое Вдруг Появилось За Четыре Часа До Проведения Комитета По этому вопросу И Которое Было Принято И Которому Вообще Даже Никакого Эскизного Чертежа Не Прикладывалось Никаких Расчетов Вообще Ничего То Оно Было Просто Принято И Просто Проголосова И Сейчас С 1 Сентября Департамент Должен Будет Его Ввести В силу Не Было Никаких Объяснений То С 1 Сентября Велодорожка Станет Постоянной С 1 Сентября Велодорожка В сторону Останется Велополоса В сторону Центра А Из центра В Пурцамс Будет Две полосы Для движения А велосипедистам Попытаются Ну я не знаю Как это у них Получится С юридической точки зрения Не существует Такой процедуры Попытаются Предложить Двигаться К улице Крышинобара Не существует Возможности Запретить Перемещаться На велосипеде Если там будет Полоса Для движения Транспорта То там А приори Может ехать Велосипедист Если там Не повесят Знак Движения Велосипедов Запрещено Я очень сомневаюсь Что нынешняя Правящая Коалиция Думы Где-нибудь Когда-нибудь Повесит Знак Движения Для велосипедов Запрещено Исходя из этого Мне очень сложно Понять Какую Проблему Они попытались Решить Проблему Пробок Наверное Из центра В микрорайон Получается Что Если Две полосы Будут из центра Как бы По умолчанию А одна полоса В центр То все люди Будут Опаздывать на работу Которые Центр Утром Однако Вечером Из дома Домой Они будут Возвращаться С ветерком Понимаете Вот в данном Случае Это Как говорится Скажем Не совсем Так Потому что Если Человек С утра На работу Едет Общественным Транспортом То и Вечером Он с работы Общественным Транспортом Возвращается Потому что Вернуться ему По факту Больше не Если Из-за такой Организации Движения Человек С утра На работу Поедет На личном Автомобиле Чтобы там Не стоять В заторах Какими-нибудь Другими путями То как бы Хорошо не было Организовано Движение После работы Он все равно После работы Тоже поедет На машине Он на ней Приехал Спрашивается Какой результат Можно получить От того решения Которое Принято сейчас Мое предложение Было как раз Наоборот Две полосы В сторону Центра Одна из которых Для общественного Транспорта И из центра Одну полосу Потому что Если человек Приехал на работу На общественном Транспорте То обратно Он поедет На общественном Транспорте Вне зависимости От того Насколько быстро Или насколько Медленно Но там Тогда надо было Бы сделать Еще четыре Остановочных кармана Это достаточно Непростая процедура В историческом центре Но технически Возможно Причем Не слишком больших Там не на полтора метра Углубления А примерно Где-то Сантиметров На пятьдесят И тогда Поток Который Шел бы Пачака Из центра Если устроить Зеленую волну Из центра Он бы спокойно Себе Как двигался Так и двигался То есть Мог бы объехать Тогда Общественный транспорт Это предложение Правящая коалиция Не поддержала То есть Они проголосовали Против На этом все Закончено Значит Сейчас реализуется То что Проголосовали Понятно Ну по крайней мере Мы знаем Кто Конкретно Ответствен За эту ситуацию Вадим Хотела спросить Еще по поводу Следующих Проектов Велодвижения И Сужение Улиц Уже Не только Как бы Радиальных Но и Поперечных Ну например Улицы Брунинеку Которая стала Вдруг Из Трехполосной Двухполосной А где-то Однополосной Однополосной Да И так далее То есть Ну Здесь С жертвами Не считается Никто То есть То что Общественные транспорты Вы меня спрашиваете Так как будто Я все это Придумал Значит я все это С таким же Удивлением Как и все Окружающие Видел На вопросы Которые Я Задал На Комитете Транспорта По поводу Улицы Брунинеку Я до сих пор Не получил Письменного Ответа От департамента Прошло уже Несколько День То есть Все Что В моих Возможностях Написать Статью Отправить Запрос Озвучить Проблему Да Озвучить Напрямую Все это Делается Встать Там Поперек Улицы Вот так Вот И сказать Нет Вы понимаете Это Нарушение Общественного Порядка Хорошо Завершая Нашу Тему Мы Можем Озвучить Выводы Сегодняшнего Нашего Разговора С Вадимом Фольковым О том Что Очевидно Цены на парковки В городе Вырастут Парковок Станет Меньше Еще Меньше Поскольку Проектирование Продолжается Умы Кипят Средства Которые Инвестируются В инфраструктуру Не позволят Городу Достигать Может быть Тех Результатов Которые Могли бы Быть Достигнуты Из-за Того Что Какие-то Транспортные Потоки Организуются Лучшим Образом И Все Это Будет Продолжаться Пока Мы Не Поддержим Может быть Таких Специалистов Как Вадим Фальков Уже Своими Личными Обращениями Письмами И Жалобами К Думским Властям С тем Чтобы Они Все-таки Более Осмысленно Вели Проектирование Планирование Городского Развития И в частности Транспорта Для того Чтобы Это было Удобно Для людей Чтобы Люди Могли Нормально Уезжать На работу На учебу И так далее Возвращаться Домой Спасибо Огромное Вадиму Фалькову Депутату Рижской Думы Эксперту По транспорту За участие В нашей Программе Я напоминаю Что вы сможете Посмотреть Ее На Ютьюбе Буквально Через пару дней Программу провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер Студии Родион Золотарев Всего доброго До встречи Через неделю Вы слушаете Радио